Цель жизни. В Евангелии, именно в речах Господа Иисуса, произнесенных им пред народом, или в тесном кругу ближайших учеников, а также в Его молитвенных воззваниях к Богу Отцу, мы находим много высказываний, относящихся к вопросу о конечной цели человеческой жизни. Взятые в совокупности, они дают совершенно полный и ясный ответ на заданный вопрос. К числу таких высказываний принадлежат следующее. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Видевший Меня, видел Отца. Отче, которых ты дал Мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со Мною. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил Меня. В них будет и Я в них. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Евангелие от Матфея В ряду с этими изречениями Господа могут быть поставлены как повторяющие и раскрывающие их, так, например, изречения из Писаний Апостолов. «Наше же жительство на небесах». Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. «Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Из приведенных цитат видно, что в учении о конечной цели человеческой жизни Евангелие, повторяемое и раскрываемое в Писаниях Апостолов, ставит на первый план вечную жизнь. По евангельскому учению, жизнь человеческая не закончится полностью здесь, на земле. Могила и гроб для нее не границы. Земная жизнь есть лишь первая стадия жизни вообще. Она вечно продолжится и за пределами гроба. Причем сознание, личность каждого отдельного человека останутся неприкосновенными. И вот там-то, за гробом, а не здесь, на земле, конечная цель человеческой жизни. И там-то она вполне будет достигнута. А в чем же эта цель? В приискреннем, теснейшем общении и единении с живым и личным Богом. Существом бесконечно премудрым и благим. Богом истины и любви. Но не слишком ли отвлеченно, не слишком ли высоко это учение? Оно едва по силам философскому уму. А может ли неразвитый интеллектуально человек соединить с евангельским учением о конечной цели жизни какое-либо определенное живое представление и таким образом найти в нем успокоение и отраду? По-видимому, в этом позволительно усомниться. Да, учение евангельское о цели жизни действительно возвышено, но в то же время и просто. И если философский ум затрудняется уяснить и воспринять его, то его правда непосредственно удовлетворяет самой простой и смиренной душе и с радостью приемлет ею. Дело в том, что учение, о котором у нас речь, отвечает самым коренным запросам и потребностям человеческого духа. И потому он может найти в нем полное удовлетворение, а вместе с тем отраду и покой.